Компания «АвтоСтронг» привозит из Европы и продает отличные БУ-запчасти, а наш суббренд «МотоСтронг» продает прекрасные мотоциклы. Все наши мотоциклы без пробега по СНГ находятся в отличном состоянии и имеют весь комплект документов. Вы можете проводить любые проверки и не разочаруетесь. Также мы поможем с доставкой в Россию, а если вы клиент издалека, то мы сделаем вам подробный видеообзор. Ссылки и подробности о «МотоСтронг» в описании. Прямо сейчас мы пройдемся по редким итальянцам. Итак, встречаем мотор с Fiat Stilo 2.4 – 175 л.с. В 1994 году на автомобилях «Лянча» появились пятицилиндровые бензиновые моторы объемом 2.0 – 2.4. Это моторы компании «Фиат», которой принадлежит «Лянча». Младший мотор выпускался до 2005 года, а старший – до 2009. Эта рядная «пятерка» досталась всем моделям «Лянча» тех лет – «Капо» и «Либро Тезис», также некоторым «Фиатам». Сегодня мы будем разбирать двигатель объемом 2.4, снятый с Fiat Stilo 2005 года. Этот двигатель создан на основе чугунного блока цилиндров, который роднит его с дизельной «пятеркой» того же объема. В приводе ГРМ зубчатый ремень, также фазовращатель на впускном распредвале. В ГБЦ два распредвала, 20 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Для снижения вибрации двигателя предусмотрен балансирный вал. Пластиковый впускной коллектор с механизмом изменения его длины. На некоторых автомобилях, таких как Fiat Stilo и Lancia Tesis, этот двигатель использовался с двух массовым маховиком, который, к слову, очень дорог. В общем, на то время этот двигатель был достаточно передовым. В нем встречаются практически все решения, которые были доступны в то время. Пятицилиндровые бензиновые двигатели очень редко встречаются на автомобилях Fiat и Lancia, но у них есть своя армия поклонников, которые любят эти двигатели за надежность и простоту. Хотя некоторые детали очень сложно найти в продаже. Сегодня мы расскажем о важных особенностях этого двигателя и некоторых недостатках. Говорят, что лошади с моторов, которые он разбирает, живут у него дома. Итак, встречаем, Николай. Мы начинаем нашу разборочку. Только что сняли вот такой элемент впускного тракта. Вот сюда подсоединяется пластиковый впускной коллектор. Хотели бы обратить внимание, что двигатель спроектирован в 90-е, но у него уже пластиковая топливная рампа. Форсунки, естественно, впрыскивают топливо перед клапанами. Стоит отметить, что здесь же находится клапан, который управляет фазовращателем. Катушки зажигания на этом моторе служат неплохо, но их ресурс не бесконечен. Приходится менять при пробеге 100-150 тысяч километров. На этом моторе уже стоит не оригинал, потому что мотору уже 16 лет. На двигателях Fiat 2.4 используется зубчатый ремень ГРМ, который надо менять раз в 90 тысяч. По итальянской традиции заменить ремень без фиксаторов не получится. Для того, чтобы поставить новый ремень ГРМ, надо поставить поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки. Для этого надо выкрутить свечу первого цилиндра, поставить туда индикатор, чтобы словить положение верхней мертвой точки. Перепроверить это можно по метке на шкиве коленвала и передней крышке. Далее необходимо зафиксировать оба распредвала специальными фиксаторами, которые устанавливаются вместо второй и третьей крышки впускного и выпускного распредвала соответственно. Добавим, что опора двигателя не мешает замене ремня ГРМ. Ну, хотя бы с ней мучиться не надо. Нередко на изношенных рядных пятерках наблюдается износ кулачков распредвалов. Быстрее изнашиваются кулачки выпускного распредвала, медленнее обтачиваются кулачки впускного распредвала. Чем больше они изнашиваются, тем явнее становятся пропуски зажигания и потеря мощности. Кулачки распредвалов изнашиваются из-за ухудшения смазки. Обычно это происходит из-за засорения маслозаборника частичками подгоревшего масла. Это не проблема двигателя, а скорее результат плохого обслуживания. А теперь о состоянии. В нашем случае видно, что с маслом была беда. Оно выпало вот таким чернющим налетом. Но что интересно, все кулачки живые. Между шестерней и распредвалом установлен небольшой фазовращатель, который управляется электро-гидравлическим клапаном. Эта конструкция заимствована у моторов Alfa Romeo серии Twin Spark. Итальянский фазовращатель не отличается большим ресурсом. Начинает стрекотать и течь маслом уже к пробегу в 200 тысяч километров. Итальянские инженеры предусмотрели небольшой ремкомплект, который состоит из возвратной пружины и уплотнительного кольца. Но если изношены внутренние детали фазовращателя, то ремкомплект вряд ли поможет. Придется ставить новый фазовращатель. Если фазовращатель износился, то он будет сильно стрекотать и мотор будет терять мощность. Также со временем появляется подтекание масла между корпусом соленоида и вот этой отливкой. Владельцы решают эту проблему герметиком, потому что отдельно от соленоида уплотнение не продается. ГБЦ у пятицилиндрового двигателя 2.4 ГБЦ надежная. Ничего плохого с ней не случается. Если говорить конкретно о этом экземпляре, то мы видим жесточайший нагар в камерах сгорания. То есть, мотор масла подъедал. Блок у этого двигателя чугунный. Если говорить о состоянии, то хон в цилиндрах просматривается. Вообще этому мотору не повезло с обслуживанием. Мало того, что на масле экономили, то есть видим масляный нагар на донышках поршней, так еще экономили на охлаждающей жидкости, потому что в каналах охлаждения мы видим ржавчину. Вот в этой крышке находится маслонасос. У него цепной привод, а вот это привод балансирного вала. Вся эта конструкция встречается и на дизельной пятерке. На бензиновой пятерке Fiat никаких проблем она не вызывает. Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. А к данному двигателю подойдет масло «Ореол Max Protect» с вязкостью 5w40. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании «Армтек» со скидкой 10%. Просто назовите промокод «STRONG» при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». «Армтек» является эксклюзивным дистрибьютором масла «Ореол» в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Многие пятерки «Лянча» Fiat начинают потреблять масло к пробегу 250-300 тысяч километров. По данным производителя, расход масла 240 грамм на 1000 километров – это нормально для этого мотора. Но аппетит у моторов со временем с годами растет, и моторы начинают потреблять литр на 1000 километров. Поэтому в большинстве моторов надо доливать 1,5-2 литра масла между заменами. На практике масло расходуется через поршневые кольца. Маслосъемные кольца закоксовываются от некачественного масла, а компрессионные кольца теряют подвижность. Также с годами и десятилетиями теряют эластичность маслосъемные колпачки. На изношенной маслосъемные колпачки указывает масло на резьбе свечей зажигания. На удивление у этого двигателя крохотные маслосъемные кольца, и они закоксованы. От этого и жор масла. По всем вкладышам мы видим, что в масле был мусор, везде борозды, также борозды и на коленвале. И такая же ситуация на верхних коренных вкладышах. Масла было достаточно, но в масле был мусор. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный, но редкий двигатель, у которого есть своя армия поклонников. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».